Уже в 2002 году проходили городские фото-выставки. Сейчас для нас это обычное дело, но раньше для этого прилагали много усилий. Однако в 2002-м люди все равно переживали, что развитие фотографий идет медленно. Посмотреть на эту замечательную выставку. Мне здесь очень понравилось. Вы знаете, единственное что хотелось бы отметить, что многие художники, многие художники, ой, не художники, фотохудожники нашего времени, жалко, что это только вот начинается. 5 марта 2005 года прошла встреча женщин-ветеранов. Накануне праздника школьникам и студентам напомнили, что у войны не женское лицо. Сами боевые подруги рассказали, как проводили время вне фронта. Когда увольнительную дадут, в город и губи подкрасим, и брови, чтобы пойти. Так же, все было так же. И волосы подкрутить. Тоже завивались. Вот там на фото мы все с прическами. В этом же году на улицах города сотрудники ГИБДД радовали женщин подарками. Машины останавливали не для того, чтобы выписать штраф, а чтобы подарить цветок и открытку. Но наблюдать за правилами дорожного движения тоже не забывали. Дорогие наши участницы дорожного движения. Каждый из нас сегодня влюблен. И каждый из нас вам верен. И тем, кто в дороге, и кто за рулем, и тем, кто гуляет в сквере. К вашим машинам и к вашим ногам бросаем мы роз миллионы. Пусть постоянно светится вам в дорогах только зеленый. В 2007 году, 5 марта, в Саранском зоопарке случилось пополнение. Медведица Маша родила несколько медвежат. Сколько именно на тот момент никто не знал, ведь Маша очень оберегал свое потомство. Молодой отец Миши не находит себе места. Острый нюх подсказывает семья в соседнем вольере. Но познакомиться с малышами пока не дают. Машу обезопасили от Миши всеми способами. Иначе он может загрызть собственных детей. От любопытных глаз посетителей свое потомство Маша тоже прячет. Вместо того, чтобы спать, она всю зиму закапывала медвежат в солому. 5 марта 2013 года прошла боготворительная акция. Сотрудники 10-го канала и студенты-волонтеры приехали в Инцарский дом-интернат, чтобы поздравить его подопечных с праздниками и вручить необходимые подарки. Большое спасибо вам. Действительно, сегодня праздник получился, удался. Конечно, приятно, что его нам помогли очень хорошо в материальном положении. За подарки большое спасибо. Но самое главное, большое спасибо за внимание. 5 марта в годы работы 10-го канала совершилось множество хороших дел. И это неудивительно, ведь 8 марта уже близко. Арина Мелешкина, Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова